Итак, всем привет! Специально для участников проекта Бизнес-модель 21 века И с вами Плешков Олег Сегодня я покажу, как рекрутировать онлайн Прям пошагово И как переводить человека на скайп Как проводить скайп И что с ним делать после Итак, когда вы открыли свой личный кабинет Открыли вам филиал Вы его активировали обязательно Для того, чтобы могла выстраиваться структура Дальше уже начинаем заниматься поиском партнеров Вы должны понимать, что это занимает 80% вашего времени И начинаем мы обязательно со своей основной страницы ВКонтакте Вот моя страница ВКонтакте Вы можете посмотреть В принципе, обычно страница Самое важное, чтобы здесь была ваша фотография Да, и в альбомах тоже были хорошие фотографии Если у вас нет их, сделайте Спросите знакомого, друга, подругу Которая сделает вам фотографии Хорошо? Никаких не должно быть фотографий С танками, с играми, компьютерами и так далее Первое, что мы начинаем делать Мы начинаем добавлять статус к себе Дальше, да? Вот так. Ну вот, да, я написал, работа, работа в интернет-магазине, требуется администратор в интернет-магазин. Здесь вот у меня не все поместилось, да, поэтому я сейчас вот уберу именно вот эту вот часть. Сейчас требуется администратор в интернет-магазин, неполная занятость, официальный доход, ставим лайк или пишите в личку. Все, да, вот я нажал сохранить и нажал рассказать друзьям. Теперь у меня статус появился вот здесь, в ленте новостей, и он теперь будет отображаться у всех моих друзей. Дальше мы обязательно заходим в группы, выбираем 10 разных групп, да, где вы хотите разместить объявления. Ну, например, Чебоксары. Что, да, вот можно выбрать? Ну, Чебоксары, личные страницы. Предложить новости. Так, сейчас я скопирую. Вот, предлагаю новость, предложить новость. Да, если разместят, то у меня будут лайки. Таким вот образом размещаем объявления. Как только появятся лайки, я покажу с ними, что сейчас надо делать. Итак, мы дождались лайки. Давайте посмотрим. Четыре человека отметили запись. Смотрим. Теперь мы что делаем дальше? Мы им пишем. Кстати, двое из них мне даже написали. Привет, Олег. Какая задача и условия работы? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Смотрим. Итак, есть в двух словах организаторская деятельность. В работу входит заключение договоров с партнерами и оптовыми покупателями. Если вам интересно узнать детали, могу предложить пройти собеседование по скайпу. Отправляем, выделяем, смотрим, да, там кто еще мне написал. Тут, походу, мы уже общались с ним. Ну, ничего, это было в тринадцатом году, думаю, ничего страшного. Так как я с ним общался, напишу проще, если интересно узнать детали, могу предложить пройти собеседование по скайпу. Дальше. Пишем другим, да? Сергей. Привет, Сергей. Привет, Сергей. То есть, вот, да, и просто общаемся с ними, пишем всем подряд. Вот смотрим, да, Сергей уже отвечает. Я копирую. Есть в двух словах, организаторская деятельность. Работа в ходе заключения набора с партнером, то и покупателем. Если тебе интересно узнать детали, могу предложить пройти собеседование по скайпу. Что скажешь? Да, и просто ждем. То есть, общаемся с ними, договариваемся. Общаемся, договариваемся на скайпе собеседования. Вообще, можете подготовить шаблоны себе, сохранить их и потом общаться просто по ним. Когда с ними договорюсь, я уже покажу вам весь диалог с ними и как провожу скайпе собеседования. После того, как мы с ними пообщались, написали всем, не забываем, что вот этот вот текст мы сперва удаляем. Потом вешаем заново. Зачем мы это делаем? Потому что лента новостей постоянно захламляется новостями других групп и очень много людей вывешивают разные свои предложения. Поэтому нужно периодически обновлять. Чем чаще, тем лучше. И если у вас нету столько друзей, как у меня, ищем таких друзей, как фотографы, к примеру, у меня есть такой знакомый Ролянский Сергей. У него 5098 друзей. И нужно попросить их сделать репост. Они вот делают вот сюда, нажимают репост и все отлично получается. У них тоже пойдут лайки, они будут считаться к вам. Итак, всем еще раз привет. Привет. Ну, сейчас я буду проводить скайп-собеседование. Добрый вечер, Денис. Добрый вечер. Денис, давайте для начала познакомимся. Буквально, наверное, пару слов. Меня зовут Олег, я являюсь предпринимателем. Я из города Чебоксара, республика Чуваша. Откуда вы, чем занимаетесь? Да, меня зовут Денис. Я сейчас студент. Я из Мордовии, город Саранск. Ага. Сколько вам лет? Мне 19 лет сейчас. 19 лет. А вы ищете как основную или дополнительную работу? Я думаю, дополнительную. Так, после пар часа два свободных есть, три. Как бы себя занять, думаю. А у вас вообще имеется какой-либо опыт работы в сфере продаж или в интернет-магазинах? Да не, автомехаником вот учусь. А, автомеханика. Вообще другая сфера у вас получается. Ну да. Ну я думаю, как бы надо развиваться. Ну вообще, да, развиваться как бы надо. И надо это делать постоянно. Ну давайте я немножко вкратце сейчас расскажу про нас, что мы предлагаем. Ну и в чем смысл вообще работы и сколько вы за это будете получать? Смотрите, да, то есть вы, наверное, обратили внимание, что очень сильно меняется мир и очень много крупных фирм стали работать через интернет-магазины. Ну да, заметил. Почему это стало сильно развиваться? Ну, обратите внимание, то, что нет арендных помещений, нет дополнительных расходов таким сотрудникам, как уборщицы, да, там реклама, баннеры и все остальное. И за счет этого цена товара становится ниже, что привлекает покупателей. Как известно, рыба ищет там, где глубже, человек там, где выгоднее, да. И, соответственно, люди больше и чаще стали покупать в интернете какие-либо товары. Ну, наверное, вы тоже покупаете, я думаю, да? Был опыт? Да, на Алиэкспресс там носки заказывал. А, на Алиэкспресс носки, да. Ну, смотрите вообще, как выглядит сама работа. Мы, в принципе, не исключения. Мы также стали работать через интернет-магазин. Проблем с продажами у нас нет. Доставка товара работает не только в России, но и в странах СНГ. И, в принципе, смотрите, да, нам нужны как раз такие люди, которые будут заниматься организаторской сферой деятельности. То есть, как будет выглядеть работа? Мы открываем вам филиал уже в готовом интернет-магазине. Вам ничего продавать не надо будет. Ваша задача будет основная – это поиск и заключение договоров с партнерами, оптовыми покупателями. С их общих покупок по вашему филиалу вам будет уплачиваться прибыль от 3 до 22%. Ну, чтобы было понятно, сколько будет заработная плата, смотрите, мы вам открыли филиал, да, помогли наполнить его людьми. Ну, к примеру, 250 человек отоварилось в вашем филиале хотя бы на 1000 рублей. Это уже получается 1000, умножить на 250, 250 тысяч рублей прокатилось через ваш филиал. Вы за это получите свою прибыль как организатор – это 22%, примерно 40 тысяч рублей. Ну, я не знаю, как у вас, но у нас это достойная зарплата. У нас тоже? Тоже, да? Такую редко найти. Редко, ну, отлично. Ну, смотрите, доход у нас полностью официальный, полностью деньги получаете только в банке. Также платить будете налоги, пенсионные отчисления, обязательно будет копиться трудовой стаж. Наша профессия стала официальной в России с 2010 года, называется менеджер сетевого бизнеса. И, в принципе, да, уже есть два института, где можно получить это образование. Смотрите, мы сами не являемся производителями, мы ничего не продаем, мы сотрудничаем по договору возмездного оказания услуг с компанией Reflame. Вам знакома эта компания? Да, приглашали как-то вот годик-полтора, наверное, назад в какой-то офис там в своем же городе. А на каком уровне знакомы? Что-то там рассказывали, я не помню уже, каталоги давали. Ну, смотрите, да, еще раз скажу, то есть продавать вам ничего не надо будет, вы лишь будете организатором сети покупателей. Ну, я понял, потому что мне сейчас каталог показывать не надо ходить, мне в интернете как-то надо, да, сейчас с людьми. Да, больше будет работа с людьми именно организаторская деятельность. Ну, смотрите, почему именно Reflame, потому что, во-первых, компания 48 лет на рынке, во-вторых... А это она не старая компания уже, 48 лет. Ну, что бы вы выбрали, Mercedes или LeFan? Ну, наверное, Mercedes. Ну, Mercedes, да, я бы тоже выбрал Mercedes. Однозначный Mercedes. Вот, почему Mercedes, потому что все-таки надежно, стабильно, да, и это уже качество, согласны? Все-таки Швеция 48 лет, это качество, надежно. Ну, это да, но компания старая, как она уже на рынке, представителей-то много, наверное, уже. Представителей, давайте брать статистику, наверное, все-таки, да, если мы говорим все-таки про бизнес, про работу, и факты будут, наверное, актуальны. Ну, обратите внимание, то, что сейчас все-таки в России, даже брать только Россию, 140 миллионов населения. Если взять все компании, которые работают так, как мы, только 2,3% людей задействованы в данной сфере. Мы же как раз являемся, как я сказал, 2010 года совершенно новой сферой деятельности, только в 2010 году она стала официальной. Вот, поэтому это новая сфера деятельности, и где еще, в принципе, народ даже не задействован никак. Люди только сейчас начинают переходить на интернет-покупки, ну, и также начинают понимать, что это намного выгоднее. Поэтому как раз-таки сейчас, наверное, никогда не будет поздно начать. Вот, всегда будем двигаться вперед, обновляться. И, да, сейчас еще вот дополню. Вам надо будет просто, да, первое, то есть, если вам будет интересно сейчас... Я думаю, интересно будет. Да, если вам сейчас интересно, я могу вам просто предложить, смотрите, то есть, как мы с вами будем просто работать, чтобы вы понимали, да, вот это вы будете отталкиваться. Будем работать или нет. Смотрите, мы вам открываем филиал уже, он у вас будет личный кабинет на готовом сайте. Ваша задача будет, это активировать его любым заказом. Для чего активаться? Ну, это как сим-карта. Если человек не активирует свой личный кабинет, он как сим-карту удаляется через какое-то время. Дальше, мы просто скидываем вам ссылочку на книжечку и видео, вы изучаете, обучаетесь, потому что нам нужны профессионалы. Ну, я думаю, два дня вам хватит, чтобы изучить информацию, которая у нас есть. Это, знаете, вот книжка, там вот все вот... Как это объяснить? Вот это как анатомия для любого врача. Да, вы должны понимать, что просто есть какие-то правила уже, да, основы, которых нужно просто придерживаться. Вот. И также, да, то есть мы пригласим вас на онлайн обучение, которое будет полностью в интернете у нас. Обучение для вас, что будет удобно. Если не сможете посетить, будет запись сделана. И дальше, да, то есть мы научим вас делать в интернете предложение, по которому люди будут откликаться, задавать вам вопросы. Дальше мы будем с вами их обрабатывать, и вы будете получать их данные, которые они будут скидывать, и оформлять их в свой филиал. В принципе, вот такой вот будет процесс. На первых этапах, пока будете обучаться, 50% работы мы будем делать за вас, мы вам будем помогать. У нас каждый день поступают заявки, мы будем помогать вам наполнять ваш филиал людьми. Вот. Вот такой будет расклад работы. Доход у нас нестабильный, но растущий. Постоянно увеличивается. Вот. Еще раз, да, повторюсь, если вам интересно, то есть я уже могу вам скинуть ссылку на форму регистрации. Вот. Я думаю, да, интересно. А по поводу как раз наполнения, это я когда могу узнать после того, какие изучу материалы? Да, то есть смотри, можно на ты, да, Денис? Да, конечно, можно. Денис, смотри, мы сейчас как сделаем. Я сейчас тебе вот высылаю ссылочки на форму регистрации и на обучение. Ты заполняешь форму регистрации, отписываешь мне, изучаешь материал. Я тебе тоже вот у нас сегодня какой день недели? Суббота. Вот. Завтра у нас будет первое обучение в 12 часов, на которое я тебя приглашаю. Скину тебе ссылки, ты посетишь. Вот. Вечером завтра мы с тобой уже созвонимся, обсудим все. Обучение, как вопрос у тебя может быть какие-то появятся, да. И я научу тебя делать предложения и буду наполнять твой филиал людьми. А 12 часов по какому времени? 12 часов по московскому времени. Да, вот. 12,8 по московскому. Все, хорошо, понял. У меня как раз московская. Как раз московская, да? Да. Ну все, Денис, приятно было познакомиться. Ждите ссылочку. Да, жду. Спасибо. До предложения. До доброго. До свидания. Ну вот таким вот простым текстом, простыми шаблонами. То есть этот шаблон вы можете найти уже на готовом YouTube-канале. У нас он есть в разделе «Как рекрутировать». Вы можете просто сами проводить подобные Skype-презентации. Ничего сложного. Поэтому всем большое спасибо. С вами был Плешков Олег. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok